У меня соседка, у нее маленький ребенок, затолкнул бусинку в нос. Она не могла найти помощи медицинской, чтобы вытащить эту бусинку. Ее из одних дверей в другие двери пихали. Даже самая элементарная медпомощь в Алтайском крае сейчас недоступна. Ковид-ситуация в регионе одна из худших в стране. В этом уверены участники пикета, недовольные работой местных чиновников. Жители на Валтайском месяц назад потеряли единственную в городе больницу. В ней разместили ковидный госпиталь, который, несомненно, нужен. Но теперь, например, пациенты с почечной недостаточностью несколько раз в неделю вынуждены ездить на гемодиализ в Барнаул. Есть у нас огромное здание, новое почти, это туберкулезная больница, которая стоит пустая, и люди в недоумении. Почему там не разместили ковидный госпиталь? Зачем одну единственную семиэтажку пустили под ковидными больными? Речь идет о противотуберкулезном диспансере в Новоалтайске, в прошлом санаторий Белоярский. За 9 лет на долгострой было потрачено более полутора миллиардов рублей. По мнению местных депутатов, здание можно было давно довести до ума, ведь времени на подготовку ко второй волне коронавируса было достаточно. То же самое касается и дефицита лекарств. Все равно, как бы ни говорили, что это люди виноваты, что они там бездумно скупают антибиотики, по факту же, если вы знали, что будет вторая волна, нужно было подготовиться к этому, обеспечить необходимыми запасами. Вместо этого, говорят участники над людьми, просто издеваются. Только за последние две недели представители Минздрава столько раз отличились своими перлами, что лучше бы и вовсе молчали. На самом деле хорошо, что этих препаратов нет в обычном доступе, потому что на сегодняшний день, каждый назначая сам себе серьезные препараты, наверное, больше бы навредил, нежели бы помог самому себе. То еле дышащим жителям края говорят не заниматься самолечением, то рекомендуют есть квашеную капусту и измерять сатурацию дома с помощью гаджета. Кульсоксиметры – это прибор, который настолько четко. Они есть в гаджетах во многих сейчас, которые, кстати, неплохо мерят. Но лучший приборчик, он стоит от тысячи рублей в интернете, можно его взять. Не скорая скорая помощь. В очереди в больницах десятки умерших жителей края, которым вовремя не оказали помощь. На своей ли должности находится министр здравоохранения края. Этот вопрос участники пикета адресовали Виктору Томенко. Кстати, летом почти 6 тысяч человек подписали петицию за отставку Дмитрия Попова. Может быть логика такая, что коней на переправе не меняют, и его отправят в отставку после эпидемии, Но не будет ли это слишком поздно? Имеем ли мы моральное право подождать и пожертвовать здоровьем и жизнью еще какого-то количества наших земляков, дав министру доработать? Многие люди на вот этой сложной эпидемиологической ситуации, они попросту наживаются. Также участники пикета написали обращение к министру здравоохранения России Михаила Мурашко. Активисты просят провести проверку в Минздраве края, а также помочь с закупкой дополнительных машин скорой помощи. Болячек куча. Сейчас только Бога молю, чтобы не прихватило сильно. Встаю утром и говорю спасибо Богу, что еще я сегодня живаю. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком.